Всем привет! Очень рада вас видеть на своем канале. Кто не знает, меня зовут Лиса, и сегодня у нас Мокбанг. Традиционный Мокбанг Чиепите. Я уже не могу без них жить, на самом деле. Так давно не снимала, потому что была в отъезде. Кто не знает, я ездила в Украину к своим родителям в город Запорожье. Кстати, записывала там на выезде для вас Мокбанг, так что вот здесь будет ссылочка, кто не смотрел, посмотрите обязательно. Заваривайте себе поскорее кружечку чего-нибудь горячего, вкусного, бодрящего. У меня зеленый чай, молочный улыб. На сегодня тема будет моя поездка. Расскажу вам подробнее о моих впечатлениях, как вообще все прошло, потому что я еще заезжала в Одессу к своей подруге. Даже покажу вам немножечко фотографий, что мы сегодня едим. Рафаэлки. Знаете, ребята, все, кто давно со мной знаком, они в курсе, что я очень люблю Рафаэла. Это прямо вот моя страсть. Знаете, я когда была маленькая, ну, в принципе, вот пока не съехала от родителей, пока жила с ними вместе, они мне на каждый праздник, ну или по любому-то малейшему какому-то поводу всегда покупали коробку Рафаэла. Я так его люблю. Сто лет не ела, кстати, так что сейчас будем с вами наслаждать. Кстати, сейчас поделюсь одним маленьким, но очень полезным лайфхаком, как можно вернуть часть денег за покупку товаров, так называемый кэшбэк. Для этого нужно скачать приложение, которое называется Едодил. Там на иконке, на заставочке нарисован такой смешной крокодильчик. Все, что вам будет нужно, это чек из магазина с QR-кодом и это приложение. Сейчас покажу, как это работает. Заходим в приложение. Здесь, кстати, помимо кэшбэков, есть еще масса информации о всевозможных акциях в различных магазинах. Но нам нужен раздел кэшбэки. Вверху экрана вы видите остаток на вашем счету, туда будут зачисляться кэшбэки. Для удобства все товары разбиты по категориям. Нас интересуют кондитерские изделия, конечно же, но вообще там достаточно обширный ассортимент. Вот наши Рафаэла сразу первые в этом разделе. Кэшбэк за них составляет от 10 до 15% в зависимости от затраченной суммы. Нажимаем сканировать чек. И нужно, чтобы QR-код попал в этот квадратик. Все, чек принят. Помимо Рафаэла, я, кстати, покупала еще корм для Антона. Вот он в золотоварах. Вискос. Он тоже попадает под этот кэшбэк. И сканировать повторно код не нужно. В течение нескольких дней деньги будут зачислены на ваш счет. Вы в личном кабинете это увидите. И вы сможете их отправить тут же, либо на телефон, либо вывести через Яндекс.Деньги. Все очень удобно. Я уже пользовалась. Могу гарантировать, что так все и происходит. На это приложение я оставлю в описании под видео. Если вы заинтересовались, вы можете скачать и пользоваться на здоровье. Ну что, давайте начнем наше чайпитие. Подсела в последнее время на зеленый чай. А именно на молочный улум. Вы знаете, вообще у меня есть моя специальная технология поедания рафаэлок. Я не буду вас сейчас шокировать, потому что, наверное, это выглядит достаточно смешно. Но обычно, обычно я не откусываю их, как все нормальные люди. Я там не жую все сразу. Я сначала обгрызаю вот это кокосовое покрытие. А потом разделяю эти вафельки наполовинки. Ну, короче, там целое дело. Не буду вас сейчас терзать. Нет, можно еще бумажечку пока. Рафаэлка. Как это вкусно. Все люди, мне кажется, делятся на два типа. Те, кто любит рафаэлки, и те, кто любит фрррррше, вот эти темные в шоколаде. Это у меня мама больше любит их. А я признаю только рафаэла. И в конце вот этот орешек. Ну, в общем, о моей поездке. Поездка, ребята, удалась. Удалась на все 100%. Вы знаете, я уезжала в таком несколько грустненьком состоянии, скажем так. У меня, ну там, накануне поездки произошли не очень приятные события. Вот. Не буду вдаваться в подробности. Ну, в общем, ехала я в таком состоянии, знаете, меланхолии. Я пробыла там чуть больше двух недель. И я просто вот воскресла. Ну, серьезно. Во-первых, я очень люблю своих родителей. Вот. Во-вторых, я скучаю все-таки за Украиной, как бы там ни было. Потому что дома я себя ощущаю только вот там. Не знаю почему. Мне, в принципе, нравится очень сам город Запорожье. Родители там всего несколько лет живут. Но я туда, когда приезжаю каждый раз, вот как-то у меня, знаете, такое теплое чувство. Я вообще не любитель больших городов, вот больших мегаполисов. Да, ха-ха, поэтому я живу в Москве. Но у меня там как бы не было выбора особо. Вот. Когда я жила там несколько лет в Киеве, мне было некомфортно. Вот в Москве я вообще в шоке. Как может быть столько людей сосредоточено в одном месте. Мне кажется, тут даже воздуха для всех не хватает. Вот. А Запорожье в этом плане, он как бы, я не скажу, что это маленький город, но он какой-то такой компактный, что ли. Ну, в любом случае, если меня смотрят запорожцы, у вас потрясающий город. Я так подгадала, чтобы приехать к началу выходных, потому что родители работают оба, побыть у них в выходные. Потом я уехала в Одессу как раз в среде недели, вернулась обратно в Запорожье, еще одни выходные с ними провела и уехала. Я вернулась как раз буквально на той неделе. Вот. О своих первых выходных в Запорожье я рассказывала в том макбанге. Ссылку, кстати, на него оставила уже. Вот. Мы попали внезапно, попали на День города в Запорожье. Это было очень круто. Побывали на этой громадной ярмарке, которая там ежегодно проводится. А потом я поехала в Одессу. Очень люблю Одессу. Не была там... Черт знает когда, с 2015 года. Последний раз была. Мы ездили на майские праздники. А сейчас там живет моя бывшая одногруппница, с которой у меня просто масса всяческих воспоминаний, знаете, вот крутых из студенчества. Мы несколько раз с ней ездили отдыхать вдвоем на море. Мы ездили с ней в Ялту. Мы ездили с ней вдвоем и с моими родителями на западное побережье Крыма как-то отдыхать. Короче говоря, вот воспоминаний там столько, что, ну, ребят, это, наверное, не хватит вечера, чтобы все перечислить, что мы там творили в молодости. Ну, и не все из этого, разумеется, можно рассказывать. В общем, я приехала. Она меня встретила с поезда. Заехали к ней домой. Там кинуть сумки, умыться, все такое. И она такая говорит, ну, уже 12 дня. Я думаю, нам можно выпить по бокальчику вина. Ну, для настроения. А потом отправимся гулять по Одессе. В этом вся моя подружка. Кстати, она тоже смотрит мои видео. Поэтому, если ты сейчас это смотришь, люблю тебя. Жду теперь в гости в Москву. В общем, отправились гулять по Одессе. Хочу сказать, что за вот те несколько лет, что я не видела Одессу, город очень прям так облагородился. Ну, это незабываемое Дерибасовское. Я вообще люблю такого формата вот города. Мне кажется, Надесса чем-то вот напоминает немножко Львов. В какой-то степени вот этой своей Дерибасовской. Вот эти ни с чем не сравнимые одесские дворики, такие круглые, знаете. Кто смотрел сериал «Однажды в Одессе» про Мишку Япончика, вы меня поймете, короче. Вот эти дворики, это ни с чем не сравнимо. А там есть такой смешной дом. Глядя на который из фасада, создается такое впечатление, как будто бы это просто одна стена. Там как-то под углом по диагонали идет боковая стена дома. И если смотреть на него вот с торца, то кажется, что там реально просто одна стеночка. Стеночка, в которой окна. Забавно выглядит. Прогулялись, конечно же, к берегу моря. Я обожаю море. Завидую белой завистью тем людям, которые живут у моря. Хочу сказать, что нам очень повезло с погодой, потому что это было 11-12 октября. В такое время в Москве, во всяком случае, уже все ходят в куртках. А там, ребята, на пляже люди натурально еще лежат и загорают. Ну вот серьезно. То есть температура где-то плюс 25. Реально жарит солнце. Лежат барышни в купальниках. Ну их, конечно, немного было, но они были. И какой-то отчаянный дядька даже купался, представляете. Но купаться не стало. Я помочила там ножки. Вот, водички морской. И вообще это было просто волшебно. Гуляли потом по городу. А, еще такое досадное случилось недоразумение. Я собираюсь в Одессу от родителей. Вообще с собой брала немного вещей. Потому что, ну, не хотелось тащить этот громадный чемодан. Все равно он получился громадный. Но вещей, как бы, в нем было немного больше гостинцев, подарочков там всяких московских. И, собираясь в Одессу, я как бы планировала там с собой на вечерний выход взять, там есть такая красивая юбочка. И что вы думаете? Я уже была в Запорожье. Мне мама звонит, когда я в поезде уже еду. Она говорит, а ты что, юбку с собой решила не брать? Я такая, а я что, ее не взяла? Она, ну вот, говорит, я сейчас на нее смотрю. Она на кресле висит. Байлин. Жалко, конечно. Но это был повод купить себе что-нибудь новенькое. Вообще, мы в первый день, когда гуляли по городу, заходили, конечно, по магазинчикам. Но это же будут не девочки, если они будете без шопинга. Короче, ребята, я решила, что раз так звезды легли, и свою цивильную красивую юбочку я забыла. В общем, я исполнила одну свою давнюю, дурацкую совершенно мечту. И купила себе, я не знаю, куда я буду теперь ее, правда, носить. Купила себе такую шикарную шифоновую, ну, она есть под юбник, и сверху шифоновая как бы юбка, то есть она такая двойная, черного цвета. Я вам даже фотографию покажу. В общем, я чувствую себя в этой юбке балериной. И вообще, она мне очень нравится. Ну, не знаю, мне кажется, что у каждой девочки хоть раз в жизни должна быть такая дурацкая юбка. Вот. Заходили с ней в такой интересный бар, бар, кафе, не знаю, как это назвать. Молодость называется. Вот кто будет в Одессе и будете гулять, обязательно обратите на него внимание. Он стилизован, знаете, вот в духе 90-х. То есть такие стульчики какие-то, такие старенькие, вот все вот эти какие-то картиночки. В каком-то одном зале стоит приставка, где можно поиграться в эти старые все игрушки. Мы с ней заказали пиво, его принесли в таких банках полулитровых, ну, натурально банка. И если ты заказываешь светлое пиво, то на этой банке будет написано «Моя светлая молодость». А если заказываешь тёмное, то пишут «Моё тёмное прошлое». Заповно. Вот. Это я всё вам перечисляю, что мы делали в первый день. В то время мы никуда не пошли, потому что я была как бы с поезда и находились за целый день, устали. Сидели дома за бокальчиком чая, как говорится. Вспоминали свои студенческие годы, наржались, нахохотались. Фотки смотрели. Ну, в общем, как-то так. Это всё здорово. Такие, знаете, такие моменты, они вот запоминаются в жизни. А на следующий день мы тоже пошли гулять на мор-вокзал, где я, кстати, для вас сделала вот эту фотографию. Кто её не успел видеть, я её вкладывала в разделе «Сообщения». Публиковала для вас. Люди на меня косились, конечно, неимоверно, потому что я напялила эту маску и попросила подругу, чтобы она меня сфотографировала на фоне моря. Чего не сделаешь ради вас. Вот. А потом мы ходили обедать в одно ещё тоже очень прикольное место, которое называется «Бар Миди». Вот, ребята, от души прям рекомендую. Я думаю, одесские знают об этом месте. Покажу вам даже фоточку. Приносят целую кастрюлю, просто кастрюлю, ребята, с мидиями. Они вкуснейшие. Там в меню есть богатейший ассортимент, то есть можно их с разными соусами заказывать. Короче, это очень вкусно прямо. Я вспоминаю, у меня что-то там в желудочке переворачивается. Вот. А потом вечером настало время выгулять мою юбку новую. Мы ходили в какой-то клуб. Не помню, как называется. Курили кальян, танцевали. В общем, было весело. И всё, на следующий день я уехала обратно в Запорожье к родителям и провела с ними ещё одни чудесные выходные. Вот, знаете, с чем, с чем? Мне реально за все эти две недели была настолько прекрасная солнечная погода. Не знаю, ни одного дня не было, чтобы было пасмурно и шёл дождь, например. Постоянно солнце, вот это яркое осеннее листва, такое, знаете, ярко-синее небо фарфоровое. Ну, это вообще непередаваемо. Рапнуло кремом. Мы ходили гулять в парк в Запорожье. Называется Дубовка. Дубовка или Дубовый Гай. Он, как бы, такой, конечно, немножко запущенный, но очень красивый. Там и прудик. И из-за того, что, вы знаете, яркий солнечный день, вот эти все краски, это что-то с чем-то. Там есть колесо обозрения. Но мой папа боится на нём кататься. Прости меня, папа, я тебя сдала. Вот, и мы с мамой прикатились, посмотрели на дне просто высоты. Очень красиво. А ещё мы ходили на чемпионат по гэндболу. Я первый раз, кстати, была на гэндболе. Как бы я до этого знала, в чём заключается игра. Просто в Запорожье сейчас есть действующая хорошая команда. Гэндбольная называется Мотор. Они сделали ремонт. В спортивном комплексе там оборудовали прям зал такой красивейший. Трибуны. Ну, всё как надо. И там сейчас вот проводится лига. По гэндболу было очень интересно. Знаете, гэндбол такая, оказывается, динамичная игра, потому что в футбол ты можешь сидеть вот 45 минут смотреть, как они туда-сюда катают этот шарик, да. В гэндболе там тупо каждую минуту кто-то кому-то забивает эти голы. Постоянно нападение, защита. Ну, прям реально динамичная такая игра. Очень мне понравилось. Было прям интересно. Наши, кстати, выиграли. Ну, в Запорожье, я имею в виду. Не хотелось, честно вам скажу, не хотелось мне, конечно, уезжать, потому что я знала, что меня тут никто не встретит. Муж опять в командировке. Я еще его не видела. Вот, надеюсь, он скоро вернется. Котика мы отдавали на время моей поездки родителям мужа, поэтому тоже я приехала просто в пустую квартиру. Вот. Вообще, дорога такая, знаете, утомительная. Достаточно. Я езжу не на поезде, а с частным перевозчиком и на таких маленьких комфортабельных маршруточках едут, потому что это получается быстрее всего. И, тем не менее, все равно вот туда мы границу прошли быстро, а обратно, ну, застряли, наверное, часа на три на российской границе, потому что попали на пересменку, очередь была большая из машин, потом еще одного парня из нашей машины не пропустили, то есть сняли с рейса, он поехал обратно. Ну, что-то у него там не в порядке было с документами. Ну, и спать, как бы вы сами понимаете, в таких условиях, ночью, как бы в дороге, я не могу вообще. То есть я там так что-то полудремала, полу... в окно пялилась. Такое. Но приехала, зато ребята героически, в тот же день сразу же побежала вам снимать видео, потому что очень соскучилась по вам. В общем, вот такая у меня получилась поездка. Я очень ей довольна. Хочу сказать всем, у кого родители живут рядом, вам очень повезло. Цените это, потому что когда оно есть, это вот близость, это счастье с родителями, ты как-то это не ценишь. Я вот когда жила с ними рядышком, ну, я это принимала как должное, что я, возвращаясь с работы, могу вот зайти на маминой котлетке, скажем так. А когда я уехала, я поняла, как это все-таки грустно, жить вдали, как это сложно. И даже там эти ежедневные наши разговоры по ватсапу, они как бы не спасают, не заменяют живого общения. Поэтому все, у кого родители рядышком, поцелуйте их прямо сейчас. Чего ждать? Ну что, я, короче, что-то так съела много этих рафаэлок, слушайте. А не, немного, нормально. Три штуки. Я надеюсь, вы успели выпить со мной кружечку чего-нибудь вкусного, съесть что-нибудь сладенькое. Спасибо всем, кто смотрел этот мукбанг. Если он вам понравился, скажите мне об этом лайками. В комментариях ждут вас темы для следующих мукбангов. Я всегда к вам прислушиваюсь и стараюсь говорить о том, что вам интересно. Все, всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok